МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молоко Осетии – это молочные продукты, которыми мы гордимся. Молоко, кефир, творог, сметана, сыры твердых сортов, а также многое другое. Все продукты производятся только из качественного молока. Мы проверяем продукцию по всем стандартам. Жирность, белок, отсутствие антибиотиков, степень чистоты и многие другие. Мы ждем вас в нашем фирменном магазине Молл Маркет по адресу Проспект Даватора, 59А. Наш телефон – 8928-066-9990. Молоко Осетии. Давно забытый вкус. Единственная на Северном Кавказе клиника лазерной хирургии Флебос теперь и во Владикавказе. Одни из лучших специалистов России избавят от варикоза и геморроя за один час. Никакого наркоза, только местная анестезия. Без разрезов и минимальный восстановительный... Все комплектующие для ПК, мониторы и моноблоки, Принтеры для дома и офиса, Большой выбор ноутбуков, Наушники и аудиосистемы, Майнинг фермы и их настройка, Компетентный и внимательный персонал, А также сервисный центр. Все это в компьютерном салоне Элси. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, Это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, Нет ни одной причины рисковать его жизнью И выезжать на встречную полосу. Уважаемые жители Республики! 31 мая состоится первая пресс-конференция Временно исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия Алания Сергея Ивановича Миняйла С представителями ведущих средств массовой информации Северной Осетии. Трансляция пресс-конференции будет вестись В прямом эфире национальной телекомпании Осетия и Рыштон. Начало трансляции в 19 часов. Родные извещают о безвременной кончине Бязрова-Бертолана-Тоховича. Панихида состоится 30 мая во Владикавказе. Улица Васо-Абаева, 87, корпус 6. Коллектив общества с ограниченной ответственностью Кимери выражает глубокое соболезнование Базоевой-Марине Казбековне по поводу безвременной кончины Бязрова-Бертолана-Тоховича. После окончания школы поступила в Ростовский гидрометеорологический техникум. Закончила его. И по распределению меня направились сюда в 1979 году. Вот 42 года было, 18 апреля. Метеоролог есть метеоролог. Он наблюдает за состоянием атмосферы. У нас здесь работают 5 человек. Мы работаем по сменам. Ну, с чего начинается? Когда приходишь на смену, нужно обойти, посмотреть, все ли приборы исправны, все ли работает. Если все нормально, то приходишь, начинаешь проверять за предыдущим сотрудником. Мы же не одна метеостанция на земном шаре. Метеостанций очень много. Но наша метеостанция, репельная, она входит в систему обмена метеорологическими данными по всему миру. А таких центров три. Мы там много даем данных и для сельского хозяйства, для авиации, для морских, для поездов, для строительства. Без нашего прогноза никто не начнет стройку, пока не будет прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин